Самое главное, чтобы вы со мной были, вот и все. Вот это самое главное. Чтобы мои друзья были со мной. Чтобы вы, которые нас смотрите, это ничего такого, это не наиграно, это все. Как вы думаете, там кого-то мы обманываем, подписчиков. Нет, это все правда. Кто бы что про нас не снимал, это все правда. Мы говорим правду. У нас нет такого, наживиться там или еще что-то. Были бы другие люди, я вам просто скажу по пьяни сейчас. Вот то, что я выпил, я вам скажу. Были бы другие люди, заместо нас с Гашиком, они бы уже этот дом давно продали, и вас даже бы не спрашивали об этом. Поверьте мне. А то, что просто к людям просто относится хорошо. Я к своей, ну, можно сказать, жене так не относился. Я постоянно к ним, их, они, Андрюша, Андрюша в ментовке, Андрюша мне звонит с ментовки, Андрюшу забери, серый. Он здесь, туда, сюда, дядя Юра пьет, то, сё. И постоянно я, мы с Гашиком суетились за счет них. Ну, то есть, имеет с виду, чтобы у них было все нормально. Но Гашка, он более, меньше эмоционально, чем я. А я не могу этого просто сдержать. Если я таким не буду, то не будет никакого, хочу пожрать-то вы. Мне кроликов жалко, серьезно. Мы, помню, приехали с Гашиком. Конечно, это было вырезано. И Гашик был, и Резырье на дядю Руганал. И я тоже гнал. Ну, потому что так не делается. Ты либо бухаешь, либо без зачем тогда это давалось. Ты либо накорми, да поди бухай. Ну, либо давай тогда раздадим, либо заколбасим их на мясо, или как ли. Синий, он раньше был, если кто старый подписчик, он знает. То, что он толстый был, сейчас нет. Нет, зачем тогда живность, если ты бухаешь? Если у тебя постоянно клетки все пустые. Я понимаю то, что бухать можно. Ну, бухни ты, еб твою мать. Жалко, что ли. Ну, не шастый там нигде, там, то рука у него сломана, то он не получил, то там, за даму за какую-то получил. Бред какой-то. Накидывает просто на голову, вот и все на уши. Ему оставили денег, нормально денег оставляем. Ребята, если вы не думаете. Я куплю все. Приехали. Там ни комбикорма, ни овса, ничего. Кролики не кормлены, ни поины. Да это что, нормально, что ли, еб твою мать? Ну, у тебя, ты не один живешь-то. Ты с живностью живешь. Которые тоже есть хотят и пить хотят. Если ты бухаешь, еб твою жрать не хочешь, так они-то хотят. Мне вот за это обидно. Если тебе не надо, я с ним разговаривал. Я говорю, давай, если тебе не надо, так и скажи. Мне не надо. Ты скажи так, как есть. Вы думаете то, что это все наигранно? Никакого тебя нету. То, что вы видите на экране, это все правда. Вот чем мы отличаемся от других блогеров. То, что у нас все правда. Я просто приезжаю, когда вот туда, да, приезжал. Мне просто, ну, знаешь, знаете, вот, ребят, мне просто, вообще, просто до мозгов прям раздирало. Ну, как так? Ну, ты бухаешь. Вот ты, допустим, бухаешь шесть дней. Мы к тебе не приезжали. Ну, ты накорми кроликов-то, еб твою. Ты че? Они там стоят вот так вот, в ряд. А где-то они не одни, кролики, допустим, в клетке. Где-то их там, допустим, пять штук. Зачем тебе тогда это надо было? Бухай, да и все. Только дом не спали. Собака тоже. Вот в нее стреляли. Вот в нее то, сё. Она тощая, эта собака. Он ее не кормит. Ребят, ну, короче, я скажу так. Дядя Юра чувак нормальный. Ну, трезвый имеется в виду. То, что огород, это не его. Сразу скажу. Вот. То, что ему что-нибудь построить, посверлить, приколотить и тому подобное, это его. Но насчет огорода нет. Я полностью согласен, когда я пришел, там на самом деле зарастает дом. Но ты же в нем живешь. Тебе неужели неприятно, когда нормально все в доме? И по этому поводу я сказал тоже. То, что он нашел опять девушку себе. Я говорю, ну, когда девушку находят... Вы же видали этот видос? Когда девушку находят, ты, наоборот, не пьешь. Наоборот, себя ощущаешь. Мачо. Ну, типа того. Если ты бухаешь, когда ты с девушкой познакомился, ну, это, не знаю, это не девушка тогда, не твоя. Когда девушку находишь, ты считаешь себя как-то, я не знаю, как-то преподносишь ей, что ли. Я не знаю, что ты не пьешь, вообще не куришь. Ну, типа того. Вот. И не знаю. Он ко мне... Когда Гашек, вот вы видали в этом выпуске, это правда. Это не снималось ничего. Когда нам лайкстрим присылал кружки, вот. И он ко мне... Он такой... Я с пивом тогда был. Я говорю, я вот этот Гашек съездил до магазина, я говорю, купи мне пивка, пожалуйста, потому что мозги просто кипят. Вот он мне купил, короче, пивка, приехал, а потом поехал, по-моему, к кошкам и собакам корм, короче. Дядя Юра, короче, со мной сидел, мы с ним разговаривали. И он такой... Что он сказал-то? А, он такой говорит, типа, дай глотну, но пиво. Я говорю, дядя Юра, я говорю, я тебе глотать не дам пиво. Я говорю, давай кружку. Вот, потому что я брезгую, ну, то есть, вот этого всего. То есть, я брезгую этого всего, и он такой, это... А, значит, так, типа, я чё, пи***ц какой-то сидел там туда-сюда. Я говорю, да я не заседку тебе говорю, я просто тебе говорю по-человечески, просто я брезгую. Вот и всё. Вот, он сходил, короче, за этим стаканом. Видосы, ну, то есть, не снимали. Вы это не... Меня показывал, но вы это не видали. Он подходит с этой кружкой, которую подписчики прислали. Облавочку её просто, бах! Я сам испугался. Я говорю, ты чё делаешь, говорю. Он говорит, я чё, ты... Дядя Юра нормальный мужик, нормальный, но... Ну, трезво он на самом деле нормальный, честно. Его можно и дедом назвать, и мужиком назвать. Он тоже, это... Дим, тогда не помогайте. Ну, как мы помогать не будем? Ну, вот, с одной стороны, ну, как мы помогать не будем, ребят? Ну, если мы помогать не будем, они просто будут каждой из бригады на метр семьдесят прикопаны. Ну, как мы не будем помогать? Я вот тоже вот себе так говорю. Да даже Гашек тоже. Да пи***ц туда-сюда. А на самом деле-то едем не за контента, ребята, не за денег. А просто уже это как, я не знаю, как член семьи что-ли, можно так сказать. В натуре как член семьи. Уже ты переживаешь за него, чтобы он там не угорел в этом... На этот дом, чтобы он не угорел там. Он там заснется, эта цибарка своей. Просто обидно будет за то, что подписчики вы складывались на этот дом. Вот о чем я говорю-то. Я тогда помню, Женька Черный, кто знает. Вот плюс в чат поставьте. У меня еще тогда Volkswagen был. Я тогда в такси просто работал. У меня канал, ну, у нас канал был. И я просто, чтобы у меня дома я один не был, я просто катался в такси. Просто за бесплатно всех возил, отвечаю. Просто, чтобы дома не быть одним. Я подъезжаю, короче. Стоит дядя Юра, и стоит Питков, ну, это Питак, Серега, Ёла-Пала. И еще кто-то стоит. И мне, короче говоря, такую тему. Тогда еще, помню, дождик шел. Женька, короче, умер черный. Я говорю, да ладно. А у меня заказ. Я просто выключаю телефон. Я говорю, а где он? Он говорит, там, там, там. Я объезжаю все магазины. Ну, то есть, имеется в виду, где он живет. Подъезжаю. Ну, вы посмотрите, короче, видос. Там есть. Кто старый подписчик, посмотрите это все. Я кидаю все заказы. Все, мне надо. Я вот так вот. И на кладбище к нему ездили. Ну, у нее родственники поставили этот памятник. Женька. Тоже с вами снимался. Тоже нормальный мужик. То, что у нас почти, я не знаю, 600 там с чем-то видосов. Никогда в жизни ничего наигранного не было. Все было по правде. То, что там типа дом, типа нагашек. Да, мы делали так. Потому что у дяди Юры паспорта не было. Мы бы на него изначально переоформили бы этот дом. Вот и все. Мне этот дом не нужен. И гашку так же. Гашку, если надо, он себе купит сам себе дом. Серый не падает духом. Так все нормально будет. Если придется отправить дядю Юру. Да и никто его не будет отправлять пятерочкой. Ну, что за бред? Это его дом. Ну, как вы поймите, то, что если допустим мы сделаем такое. Ну, хотя был разговор, конечно, там типа попробовать его. Такого не будет. Нет. Я такого не допущу. Нет. Был разговор, да, насчет этого, что к пятерочке там пускай он маленько поживет. Вот я считаю, это очень глупо. Ну, потому что это его дом. И он делает так, как он посчитает нужным. Вот и все. Бухает, значит бухает. Это же его дом. Это не наш. Это то же самое, то, что если, к примеру, человек снял квартиру. И он там бухает, там какой-то разводит. И приходят хозяева и говорят. Слышь, нам не нравится, что ты делаешь. Нам с тобой придется контракт расторгнуть. Вот. А это его дом. Это его дом. И он будет жить в нем до своей смерти. Чтоб прожить ему тысячу лет. Но он же год продержался. За что ему респект, ребят. Ведь люди, которые алкоголем зависимы, очень серьезно. Они даже месяца не продерживаются. Понимаете? После годировки. Просто бухать начинает. А он продержался год. За это ему респект. Ну, потому что молодец он. У него, короче, понимаете, он... Когда он спать лег, а у него ключи, походу, из кармана. Бах! И выпали. Где он спал. Дома. То есть, имеется в виду. Это потом уже нашли ключи. А он думал, что он их... Вот. И сосед, короче, который сосед там есть. Они вместе залазили с ним в окно. Я считаю, это то, что... Не очень хорошо, блядь. С его стороны. Субтитры создавал DimaTorzok